спасибо господин председатель я благодарю господина йенчу за брифинг господин председатель события последних дней вызывают тревогу хочу подчеркнуть два момента во-первых припоны возникшие в передвижении по коридору который соединяет армению и горнок на горный карабах 12 декабря неприемлемая блокада лачинского коридора имеет прямые последствия а именно изоляцию населения Нагорного Карабаха это вызывает все более тяжелую гуманитарную ситуацию Франция призывает восстановить без каких-либо условий движение по коридору и движение поставок в Нагорный Карабах для защиты прав населения Франция призывает к осуществлению обязательства содержащиеся в трехстороннем заявлении 9 ноября 2020 года подчеркиваем что поскольку республика Азербайджан также взяла на себя обязательства безопасность перемещения людей транспорта и товаров через лачинский коридор в обоих направлениях должна гарантироваться я предоставляю слово представителю Армении господин председатель хотел бы выразить признательность индийскому председательству за созыв сегодняшнего чрезвычайного заседания срочность этого вопроса связана ситуация которая представляет собой развивающийся гуманитарный кризис созданный Азербайджаном в результате введения незаконной блокады против населения Нагорного Карабаха что напрямую нарушает существующие обязательства в частности трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года а также его международные обязательства проистекающие из основополагающих принципов международного права прав человека и гуманитарного права с 12 декабря безопасное передвижение людей а также поставки продовольствия и медикаментов населению Нагорного Карабаха фактически запрещены поскольку Азербайджан начал массовую кампанию протестов при спонсировании государством вдоль лачинского корибора заблокировав единственный путь поставок который идет Нагорный Карабах действия Азербайджана являются прямым нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года а именно пункта 6 который предусматривает что лачинский коридор обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией остается под контролем миротворческого контингента российской федерации что республика Азербайджан гарантирует безопасное передвижение граждан автомобильных средств и грузов вдоль лачинского коридора в обоих направлениях конец цитаты организовав незаконную блокаду лачинского коридора под надуманным предлогом экологической беспокойности Азербайджан фактически совершать нападки на население в 120 тысяч человек изолируя их во время сложно-гументарных условий во время зимнего сезона блокада этого крайне важная аугментарная линия жизни привела к многочисленным сбоям и серьезным сложностям как минимум 1100 гражданских лиц застряли вдоль заблокированной шоссе в течение последней недели и не могут вернуться в свои дома дети отделены от своих родственников представление медицинских услуг и социальных услуг затруднено что вызывает жизненно опасные ситуации и страдания людей перевозка пациентов на срочное лечение в больницах армении стало невозможной что уже привело к смерти тяжело больного пациентом с 12 декабря зафиксирован только один пример перевозки пациента эта операция которая потребовала сотрудничества не многих заинтересованных сторон включая миротворцев и мккк это явно указывает на то что коридор по-прежнему закрыт для на перемещение населения они вопреки утверждениям азербайджанской стороны дефицит продовольствия и других жизненно важных товаров уже отмечается поскольку 4000 тонн поставок по-прежнему не достигли пункта назначения средневековая осада народа нагорного карабаха усугубляется нарушением поставок газа в течение трех дней подряд в тяжелых зимних условиях отсутствие отопления фактически остановило все процессы обучения в школах что лишает детей их базово право на образование господин председатель тревожная ситуация в нагорном карабахе приближается к гуманитарной катастрофе несмотря на усилия миротворцев на местах переговоры властей нагорного карабаха с азербайджанской стороной с целью восстановления безопасного неограниченного использования коридора пока не привели к никаким результатам скоординированным характер действия азербайджана включая предшествующие инциденты против гражданского населения критически важных объектов инфраструктуры это еще одно доказательство того что закрытие лачинского коридора это действительно заранее спланированная операция которая осуществляется властями азербайджана с целью навредить гражданскому населению и создать широкомасштабный гуманитарный кризис в нагорном карабахе заявление о том что азербайджан никак не не водил ограничения в отношении лачинского коридора которые распространяются его властями просто неправильно и отражают обычный подход в обвинение жертва этой страны в попытке отрицать собственную ответственность за тяжелые за серьезные нарушения существующих международных обязательств любые упоминания экологических беспокойностей это просто фальшивый предлог чтобы оправдать дальнейшее лишение населения нагорного карабаха их средств к существованию и лишить их основополагающих прав что является серьезным нарушением международного пакта об экономических социальных культурных правах наряду с другими основополагающими международными документами иронично то что хорошо известным фактом является то что когда речь идет о гражданских и политических свободах азербайджан на стоит на одном из самых низких мест в рейтингах демократии в мире поскольку в нем существует доказанная история подавления протестов и десятки политических заключенных которых наказывают за право на собрание идея о том что могут существовать активисты из гражданского общества в азербайджан и которые могут запустить такую кампанию такого масштаба без прямого надзора стороны государственных властей это маловероятно как минимум на самом деле под экологическим предлогом так называемые протестующие как сообщается высказывают требования которые несовместимы с тресторонним заявлением от 9 ноября господин председатель нужно отметить что текущая блокировка лачинского коридора это не только один изолированный прецедент но лишь еще одну еще одна демонстрация стематического насилия которые организуют дебраджанские власти с целью проведения этнических чисток среди населения Нагорного Карабаха ранее в этом году мы сообщали государственным членам о намеренных срыве поставок газа и азербайджаном в Нагорный Карабах что продолжалось в течение нескольких недель в тяжелых погодных условиях мы также обращали внимание членов совета на то что азербайджан постоянно используют насилие в отношении армянских гражданских лиц включая тех кто занимается сельскохозяйственной деятельностью а также исчезает психологическое давление на население в приграничных районах с помощью из громкоговорителей и кибернападений при поддержке государства кроме того в результате наступательной операции азербайджана деревня порох в Нагорном Карабахе подверглась этническим чисткам предстоящие обязательства предстоящие обвинения представителя азербайджана относительно так называемых экологических беспокойностях если азербайджану интересная независимая оценка экологической ситуации то необходимо направить миссию он по установлению фактов для изучения вопроса что касается противопехотных мин должен отметить что добыча и установление мин ограничивается территорией армения исключительно в оборонных целях поскольку азербайджан регулярно угрожает занять силой и продолжает удерживать в условиях незаконной оккупации 140 квадратных километров в суверенной территории моей страны если бы азербайджан был действительно заинтересован в себе оценки ситуации в Нагорном Карабахе он бы не отказывал международному сообществу в доступе к этому региону напоминаю о том что во время и после крупномасштабной агрессии азербайджана в отношении Нагорного Карабаха весной двадцатого года и армении Нагорный Карабах поддержали визит межучрежденческой миссии ООН возглавленной управлением ООН по координации гуманитарных вопросов при участии других учреждений для того чтобы дать ООН а также международному сообществу в целом всеобъемлющую картину гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью правами человека в Нагорном Карабахе по сей день препятствование безопасному и беспрепятственному доступу международного сообщества к Нагорному Карабаху имеет единую цель создавать обстановку в которой ложь и вымыслы могут и далее распространяться еще раз хотел бы подтвердить готовность Армении содействовать гуманитарному доступу для направления миссии для установления фактов на места председатель коллективное обязательство ни о ком не забыть так и не выполнено для народа Нагорного Карабаха в настоящий момент 120 тысяч человек включая женщин детей стариков находятся в заложниках у Азербайджана из-за политики государственного запугивания гражданских лиц их представитель здесь сегодня представит нам новую очередь лжи и обвинений для того чтобы прикрыть грубые массовые нарушения прав человека под предлогом протестов организованных так называемыми гражданскими активистами Азербайджан продолжает игнорировать постановление международного суда о временных мерах принятых согласно конвенции о ликвидации расовой дискриминации в отношении Азербайджана в декабре 21 года в связи с гуманитарными обязательствами в отношении армян а также необходимости пресекать антиармянскую риторику в том числе на уровне государственных должностных лиц провокации агрессивного поведения Азербайджана не идут на спад они говорят о том что в отсутствие больших мер под отчетности включая применение санкций агрессор будет и дальше испытывать стойкость и решимость международного сообщества и совета безопасности который должен поддерживать выполнять главную ответственность за поддержание международного мира и безопасность согласно уставу ООН уважаемые члены совета безопасности заявление Азербайджана о том что он использует Нагорно-Карабахский конфликт массовым использованием силы устранение всех коллективных прав народа Нагорного Карабаха и даже ликвидировал само название этой территории населенной армянами в течение тысячелетий это признак предупреждающий нас о политике геноцида Азербайджана заявляют что Нагорно-Карабахский конфликт который обсуждается международном сообществе уже 30 лет стал внутренним вопросом который они могут решать сами факта действий Азербайджана включая коллективное наказание всего населения Нагорного Карабаха говорит об обратном дальнейшее участие международного сообщества это единственная возможность гарантировать права и безопасность народа Нагорного Карабаха мы осознаем тот факт что есть глубокие разногласия среди членов совета относительно нынешнего крупного кризиса в Европе мы также понимаем что из-за растущих проблем с энергоносителями некоторые члены международного сообщества готовы более тесно сотрудничать с Азербайджаном который является экспортером углеводородов мы убеждены однако что такое взаимодействие не должно ставить под угрозу ценности и принципы правосудия гуманности достоинства и свободы и не это сотрудничество не должно осуществляться за счет фундаментальных прав человека физической безопасности народа Нагорного Карабаха мы призываем Совет Безопасности ООН принять действие для того чтобы потребовать от Азербайджана полностью соблюдать положение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года незамедлительно и безусловно разблокировать Лачинский коридор устранив все препятствия для безопасного и беспрепятственного транспортного сообщения направить миссию для установления фактов в Нагорный Карабах Лачинский коридор для оценки гуманитарной ситуации на местах обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к учреждению ООН в Нагорном Карабахе Армения призывает Совет Безопасности выполнить свою ответственность за поддержание международного мира и безопасности и принять надлежащие меры и решительно осудить агрессивные действия Азербайджана которые представляют экзистенциональную угрозу народу Народного Карабаха и угрожают их праву жить свободно в достоинстве без страха внешней внешнего угнетения я благодарю представителя Армении за заявление